Реконструкция дороги по улице 1 мая в селе Баурчи началась два дня назад. Дорожное полотно протяжённостью 300 метров будет уложено брусчаткой. Улица, ведущая к учреждению образования и сельскому кладбищу, находится под уклоном. При дождливой погоде с этой дороги мусор и землю смывало на дорогу регионального назначения. Проблему власти до этих пор решали своими усилиями. Самая наболевшая проблема именно с этой стороны. Почему? Потому что здесь проходит региональное назначение трасса Скамрата, Кангас, Баурчи, Чадарлунга. После малейшего дождя вся щебёнка смывалась именно на дорогу. Здесь находится у нас детский сад номер 2. И те поставщики, которые привозят нам сегодня детский сад, пищу для детей, продукты питания, скажем, в общем была большая проблема. После каждого маленького дождя огромные ямы были. Поэтому решением совета было принято именно переходить твёрдый вариант потихонечку. Жители микрорайона отметили, что давно ждали ремонта дороги. Этого долго ждали. Долго. Вот тротуар сделали прекрасно, красиво. Сейчас эту дорогу, потому что плохую погоду, продукты, то, что в садик возят, вот эти, хлеб там и другие продукты, они не могли заезжать туда. А сейчас это будет прекрасно, прекрасно. Хотя это сейчас будет делаться до садика, так говорят. На следующий год дальше продолжат. Гололёд был. Это был кошмар какой-то. Мы не могли даже вот отсюда подняться к себе в тот период, когда гололёд был. Сейчас, надеемся, будет хорошо. И после дождей, как обычно, каждый раз они... Что они делают, бедные? Ремонтируют, потому что оттуда вода полностью смывала всё. Строительство дороги проводится с использованием современных технологий, чтобы обеспечить устойчивость покрытия к сезонным нагрузкам. Здесь материалы уже завезены. Песок частично есть, щебень частично завезли, цемент есть. Сегодня работы ведутся в полном объёме. Дорога имеет длину 300 метров, 1200 квадратов плитки, бордюров 600 метров. Мы начали выравнивать дорогу. Я думаю, где-то через 2-3 дня начнём бордюры ставить. Проект направлен на улучшение качества дорожного покрытия. Работы стартовали в рамках программы по благоустройству населённого пункта. Из остатков дорожного фонда было изначально выделено 920 тысяч лей. После проведения тендера, участия в тендере участвовало очень много фирм, мы спустились до 648 тысяч лей.